Здравствуйте. Технологии с использованием лазеров, они вообще-то вошли в нашу жизнь и в наш быт очень-очень плотно. Дети покупают лазерные игрушки, такие лазерные указки. Это совершенно такой элементарный объект теперь стал. Лазерный принтер. Знаете, что это такое? О, это очень интересная вещь. Наверняка не знаете, как работает. Работает он следующим образом. Есть у вас валик. Валик, наверное, он из Селена. Селен такой есть элемент. И вот этот валик электролизуется. Захотелось вам на этот валик нанести изображение некоторое, да? Что значит нанести изображение? Вот к электролизовавшемуся валику, на электролизованному валику, к нему, так сказать, порошкообразная краска прилипает, пристает, да? Ну, вы понимаете, как на электролизованной палочке пристает, прилипает там пух. Или та же самая пыль. Тонор это называется обычно. Прилипает. А там, где не нужно вам, чтобы было черное изображение, там не нужно его электролизовать. Так очень просто. Сканирует лазером поверхность валика. Там, где краска будет не нужна, там посильнее сигнал. Заряд снимается, да? Заряд просто-напросто заземляется благодаря этому. Лазерному излучению. И все. Вот так работает, например, лазерный принтер. Есть еще одна проблема. Чувствительный экран. Знаете, такой, так сказать, сенсорный экран. Не все его любят. Значит, его некоторые потребители не любят, потому что на нем всегда остаются следы от пальцев рук. Ну, вот такие не совсем чистые, может быть, немножко жирные пальцы. И сразу видно, вот у тебя твой гаджет. Как это называется? Гаджет, да? Например, ноутбук с чувствительным экраном или телефончик. Он весь заляпанный. Неприятно. Вот. А еще одна нелюбовь к нему у производителей. Дело в том, что для производства используются электрические контакты, прозрачные. А вот чтобы сделать электрические контакты, нужно сырье особенное. Там редкие металлы, которых мало. И они скоро кончатся на земле. Нужно выход искать какое-то с положения. Так вот, выход с положения нашли с помощью лазеров. Причем очень простой. Представляете, какой выход? Вот в этом гаджете, где проводящий экран прозрачный, когда вы рукой прикасаетесь к экрану, что происходит? Течет ток высокочастотный, но слабенький. И он этот самый гаджет чувствует, в каком месте вы приложили. Это простая задача из курса, так сказать, средней школы. В зависимости от сопротивления, по вертикали и по горизонтали, в разные места, когда пальчиком прикоснулись, у вас разный получается ток идет. И таким образом он определяет вашу координату пальца на экране. А другой способ замечательный, это лазерный. Очень простой. Вдоль экранчика устанавливаются малюсенькие-малюсенькие светоизлучающие лазерные диоды. Естественно, инфракрасные. Бояться их не нужно. У нас эти пульты управления инфракрасные. ИК-вход, знаете, есть у компьютера. Вот он для обмена информацией, скажем, с мобильным телефоном через ИК-вход. Ну и, соответственно, ИК-выход есть, да? Вот инфракрасный лазер там светит, промодулированный. И тут тоже, так сказать, сетка. Инфракрасные лазеры по горизонтали светят, по вертикали. И вы пальчиком касаетесь, не прижимаете к экрану, вам не нужно вот этого контакта. Просто так прикоснулись, пересекли эту линию. И он уже знает, что вот вы, ну как в метро, когда проходите фотоэлементы, так и тут пальчиком коснулись, он уже знает, где вы коснулись. Вот здорово как. Вот от чего дошла лазерная техника. Ну, бесконечно высокие, скажем так, применения лазеров в технологии. Вот металлические листы краят теперь лазерами. Кстати говоря, тоже полупроводниковыми, но, конечно, совсем другой мощности. И опять полупроводникового лазера, мощного, по волоконному световоду, в нужное место подходит свет, да, и вот этот кончик световода движется и вырезает из куска металла какое-нибудь изделие. Представляете, как здорово, да. Ну, спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ, до свидания, удачи.